Привет, друзья, привет! Меня спрашивают иногда, покажите нам какие-то дорогие вам фотографии из вашего альбома. Ну, в личке пишут там. Я же не могу там в личке показывать что-то, я поэтому решил всем показать. Я сначала подумал, может, семейные фотографии показать, а потом я решил, покажу-ка сейчас своих друзей. Я вам буду время от времени показывать в наших роликах фотографии своих друзей. Ну, вот очень мне дорогая фотография. Это Андриан Григорьевич Николаев. Мой друг. Потрясающий человек. Был замначальником Центра подготовки космонавтов, генерал, который летал в космос. Несколько раз. Это просто удивительный человек. Когда потом в Чебоксару я приехал по делам, когда они узнали, что я дружил с самим Николаевым, а он там вообще национальный герой, он же здесь в Чебоксар. Они меня так уважали, чуть ли не на руках носили. Потрясающий человек Николаев. Я с такой гордостью показал мою фотографию с Николаевым. Да, это было давно, 1981-1982 год, Центра подготовки космонавтов. Он поддержал мои работы, возглавил руководством эти работы по созданию модели невесомости у космонавтов в земных условиях. Ну, на основе этой модели как раз-таки потом я и создал многие приёмы саморегуляции ключ. Сейчас я хочу сказать о том, совершенно немножко не связанном с этим, о вылетах из тела. Есть один парень, я видел, смотрел в интернате, вы же знаете, это в интернете, в интернате, но это одно и то же почти. Смотрел и там, вы знаете, рекламой не занимаюсь я никого. Ну, я его тоже не знаю, этого парня. Но он очень мне близок, потому что он додумался до такой вещи, и он так хорошо преподносит, как вылетать из тела. Ну, вот космос, невесомость, а он там о вылетах из тела. Ну, стало быть, как говорится, такие вот эзотерические штучки. На самом деле он там очень талантливо это преподнёс, что если человек, прерывистый сон у него, и засыпая, просыпаясь, он там думает о вылетах из тела, то в конце концов он испытывает это состояние полёта как бы в космос, из тела. Как-то это называется. Ну, забыл, как называется. Ну, вы знаете, это модно очень. Вот я и связал космос, космонавта, дорогие мне фотографии. Этому парню привет большой, талантливый парень. Но я хочу сказать главное. Друзья мои, секрет прерывистого сна, он заключается не в том, чтобы вылетать из тела. Он заключается в том, что если у вас прерывистый сон по каким-то причинам, а это можно сделать и самому, но не стоит, чтобы нервы себя не портят. Если вы технику не знаете, эта методика будет ключ-3. Потом, потом, когда вы будете знать ключ хорошо, когда будете знать элементы ключ-2 хорошо, я вам дам потом ключ-3. Как использовать сон? Не для того, чтобы вылетать из тела. А я открыл вот что. Если вы в прерывистом сне задаетесь каким-то вопросом, который вас волнует, который надо решить, то вы там, попадая между бодрствованием и сном, дрейфуя между двумя этими агрегатными состояниями, важными бодрствованием и сном, попадая через ноль, там у вас вот этот вопрос решается, потому что он именно в этой разгрузочной ситуации от шаблонов, стереотипов и прочее освобождается, и вы там можете найти ответ. Да интересно, правда? Потому что в прерывистом сне там настраивались, например, на вылеты из тела, а здесь настраиваешься на решение важного для тебя вопроса. До этого никто до меня пока не догадался, но я догадался, много раз так делал и всегда так теперь применяю, чтобы новые контенты создавать, как сейчас сегодня вам. Привет, друзья! До встречи! Так что космические технологии, отражаясь через эзотерику, которую я на самом деле не люблю, потому что там такая куша, такая мешанина, куча мала. Да, всё-таки там есть какие-то находки. Да. А у меня наука. Наука. Психология, медицина, психофизиология, нейрокибернетика, психофизиологическая кибернетика и так далее. До встречи!